Добрый день, честно говоря, очень волнуюсь. Спасибо огромное, что собралось такое количество представителей из региона. Огромное спасибо питерцам, миграцам, удивительный город. И так здорово, что мы здесь сегодня собрались. Я начну немножечко. Мне как бы дали как основному докладчику 30-40 минут. Вот, я постараюсь, ну, манер моего выступления, наверное, кто меня смотрит, знает. Меня может понести, занести. Вот, я буду стараться, конечно, смотреть, чтобы все это контролировать. Вначале я бы хотела сказать, несмотря на глубочайшее уважение к моему уважаемому Василию Ивановичу, я категоричи противник перевода на спад муниципалов. По одной простой причине. Муниципальное образование — это частные коммерческие и юридические лица. Под их началом с лица земли стерты 40 тысяч деревьев. 40 тысяч проживает менее 10 граждан. За Уралом прекратили свое существование порядка 300 городов. Ну, теперь, значит, засунем нас под муниципалов, увидят нас как денежную какую-то массу, и нас сотрут эти управляющие компании. Был разговор о том, что я должна довести до вашего сведения. Благодаря усилиям большим в течение двух месяцев, Олега Павловича Саватееву, он рядом с Захарящим, велась работа с администрацией президента. И было заседание, вам раздали текст, который был зачитан на этом заседании. Проводил член Высшего Совета Единой России генерал-майор, очень эрудированный человек, Шувалов Юрий Евгеньевич. Они с пониманием отнеслись к озвученной проблеме. Мы озвучили, что будет форум, они ждут нашей резолюции, они ждут резонанса регионов. И стоит вопрос, мы ставим вопрос, что этот 217 закон не имеет право на свое существование. По поводу того, что под мировую, так скажем, линию нас подогнуть, ну не получается. Мы не Америка, мы не Европа. Это не мы у них пример должны брать, а они у нас должны брать пример. Россия это уникальное, это уникальнейшее государство, оно уникально тем, что огромное количество народов проживает на нашей территории. И наши цари, которые были высокообразованными людьми, даже в те моменты, когда увеличивали свои территории, завоевывали, они не унижали народы, которые завоевывали, они давали регалии их руководителям соответствующим. У нас нет ни у кого чувства непризнений друг к другу, у нас нет ни национализма, у нас нет ни прихоти друг к другу. Поэтому нам на них равняться нельзя. Да, у них нет такого сообщества садоводства, огородничества, дачного хозяйства. Но пусть они у нас пример берут, но никакая кооперация нам тоже не подходит. Это коммерческая структура. Наше садоводство уникально. И на рабочей группе присутствовал уважаемый там депутат, боюсь исказить его фамилию, Олег Павлович такой озвучит его. Он сказал, что дело-то в том, что, говорит, у нас граждане, имея квартиру и имея дом садовый, они не считают это второй недвижимостью, к чему нас позволит. Но теперь я постараюсь сейчас в 2017 законе, насколько смогу коротко сказать. Вот эта активность, вот такая, которая у нас собралась, она уникальна. Я, значит, дело-то в том, что как-то исправить, что-то добавить, что-то откорректировать в этом законе невозможно. Какая цель была поставлена? Вы знаете, вот, к сожалению, мы порой с удачей, мы недовольны, все-таки законы принимаем. У нас кто в первую очередь попадает под наше недовольство, да? Уважаемый наш президент Владимир Владимирович Путин. Потому что любой закон вступает в силу после его подписи. Но послушайте, а почему они подводят так нашего президента? 14 апреля 2014 года он издает поручение, поручает правительству Российской Федерации издать такой там, поправить, добавить, нормативно-правовой акт, который на системной комплексной основе урегулировал бы правоотношения в наших товариществах, граждан, ведущих в садоводстве, огороднице, дачное хозяйство. Что делают наши чиновники и законодатели? 14 апреля 2014 года президент это озвучивает. 5 апреля, 5 мая 2014 года они принимают 99-й закон, которым упирает нашу организационно-правовую форму садоводческие, огороднические, дачные, некоммерческие товариства. И говорят, будет товариство собственником недвижимости. Понимаете, как можно было не учесть мнение 60-70 миллионов граждан России. И после этого они сказали, убрали объединение и сказали, а нет такой формы объединения. Теперь, что они делают? Вот я буду сейчас основные моменты. У нас огромное количество огороднических участков. Сказали, что 66-й закон не соответствует нормам сегодняшних законодательств, кодексам и тому подобное. А каким образом? Какой части? 85 изменений внесли в 66-й закон. 17-19 федеральными законами. Я извиняюсь за грубое выражение. Они его не то, что кастрировали, они просто все лучшее оттуда убрали. Они убирают 28-ю статью, который объяснял порядок, бессрочный порядок предоставления земельных участков собственность гражданам и ведущих садоводцев огородничественное хозяйство. Были парламентские слушания, о которых Василий Иванович упомянул, Королев озвучил, что никто не занимается. А я как бы всегда говорю, вы знаете, забудьте про нас, не надо нами заниматься, мы 25 лет поживали, но вы нас уничтожаете. И он сказал, ладно, ладно, не волнуйтесь, мы сейчас что-то придумаем. Что они придумали? Они добавили в пункт 2.7.3 ст. 137 закона, в котором прописали. Неважно, когда Вы стали членом товарищества, но если у Вас земельные участки под сады, огороды и дачи, то Вы имеете право получить земельные участки в собственность бесплатно. До какого года? До 1 января 2020 года. В 217 они продлили до 31 декабря 2020 года. Послушайте, это наша земля, это наша страна. Не надо нас на законодательном уровне создавать нам, в нашем доме, на нашей земле невозможную ситуацию проживания. Для чего был этот принят закон? Надо всегда внимательно читать все документы, которые прикладываются к закону, пояснительные записки и другие. Пояснительные записки правительство Российской Федерации в конце написало, что с принятием данного по самострою, перескочило, они параллельно пошли в несколько законов. Я сейчас проведу параллельно. Идут к 217, 473 по турам, и 339 по самострою. То есть по самострою 4 августа 2018 года принят закон. Мы под этому закону все подпадаем под самострой, под захватчиком земли. До 1 сентября кто не зарегистрировал строение, самострой. Когда начинает нам говорить, что это же правильно, не хотят платить налоги, не хотят регистрировать. Послушайте, мы хотим платить налоги, мы хотим регистрировать, но вы нам не даете. Ранее учтенные земельные участки, которые поставлены на кадастровый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с 70-й статьей закона 218 о регистрации недвижимости, снимаются с кадастрового учета. А именно Росреестр отдает данные в налоговую, чтобы начисляли нам налог. Так хотят они от нас налог получать? Нет, не хотят. Этим законом они уничтожают третью часть 40-й статьи Конституции Российской Федерации, которая говорит, малоимущие граждане имеют право получить, улучшить свои жилищные условия бесплатно или под незначительной суммой. Она утрачивает силу с 1 января 2019 года. Почему? Потому что они сказали, кто имеет жилое строение в садовом доме до 1 января 2019 года стал на жилищный учет, сохранит этот жилищный учет. Мы с этой формулировкой «жилое, индивидуально жилой дом на территории садоводских товарищей» начали бороться с 2014 года. Мы написали, когда они хотели протащить в 66-м законе. Вы понимаете, что вы хотите решить так жилищную проблему? Хованская Галина Петровна сказала, «Не-не-не, Людмила Даниловна, вы что, не-не-не, это огромные затраты денег, надо создавать инфраструктуру, социально-медицинское обслуживание. Этого ничего не собирается делать правительство, ни муниципалы. То есть, теперь смотрите, вот когда, да, бывают условия у некоторых, что надо зарегистрироваться, позволяет теперь Конституционный суд. Но когда Конституционный суд издавал это постановление, они вообще своей головой подумали в суде Конституционного суда, вот хоть немножечко, вот совершенно не подумали. Объясню, почему. Индивидуальный жилой дом, земля под индивидуальное жилищное строительство, она под патронаж муниципала, который обязан этого гражданина обеспечить поликлиниками, аптеками, магазинами, дорогами и тому подобное. Что мы видим в 217 законе? В 217 законе говорят, членом может быть стать только собственник земельного участка. Имущество общего пользования, даже то, которое было создано ранее созданных товариществ, может быть передано только собственникам общего любую, то есть он везде пронизан собственникам. Но по членству идет еще разъяснение. Правообладатель может подать заявление о вступлении в члены, не спрашивая разрешения органов местного управления. То есть они априори говорят, все, что внесено в единый государственный реестр недвижимости, является собственным органом местного управления. Если земельный участок они закрепляют за своей собственностью, возвращаемся в первую статью, часть 5 земельного кодекса, где говорится, земельный участок и строение, возведенное на нем, следует одной судьбе. А ну что, наши имущества теперь забирают? Замечательно! Этот закон написан чисто под управляющей компанией. Следующий момент. Можете нас спасти за регистрированной собственностью сегодня в нашей стране? Нет, не может. Потому что в 25 статье, в 7 части, они четко проковаривают, что одновременно с регистрацией нашей недвижимости в садом товарища должна быть зарегистрирована доля в имуществе общего пользования. В скобочках они, правда, сказали, если она определена, интересно, сна, у кого она определена, нам землю давали в Советском Союзе навечно, безвозмездно, не облагали налогами. Российская Федерация сказала, мы правоприемника Советской Социалистической Республики, здорово, что вы правоприемники, так будьте тогда правоприемниками во всем. Они сначала сказали, даем землю в собственность, а теперь они у нас по факту все отнимают. То есть, когда у нас был разговор с самим министром Минека Королевым, и я сказала, вы что творите? Вы почему не даете возможность зарегистрировать землю? Люди остались членскими книжками. Он сказал, говорит, Людмила Даниловна, да ни в одной стране столько собственников нет, сколько в России. Я говорю, и вы что мне хотите сейчас сказать? Вы мне сейчас хотите сказать, что вы собираетесь довести количественный состав собственников в России до количественного состава олигархов в России. Но давайте говорить честно, понимаете? О такой демократии мы вообще можем говорить сегодня в Российской Федерации, когда сегодня правят олигархи в России, когда они заказывают вот эти законы. И я не голословно вам говорю, Собянин хотел снести строение, у него не получилось. 47 собственников дошли до Верховного суда. Слушайте, да ладно, ну что, мэр я или не мэр, да? Я немножко утрирую. И вот для него написано, озвучено было даже, закон 258, где-то широчайшие полномочия чиновникам определять самостоятельно самостроить. И прописали это тоже в нашем законе. Поэтому что значит чиновникам определять? Вернусь теперь по ТОРам. Принят 29 декабря 17-го закона о территориях опережающего развития, по которому собираются эти территории сделать 400, даже в моногородах. Иностранцам отдавать землю на 70 лет, налог на землю они не платят, от других налогов они освобождаются на 5 лет, они имеют право от нас освобождать эту территорию, они имеют право быть избранным и избираться, у нас, наверное, китайцы будут губернаторами. Это как? Вот им в помощь теперь увеличили полномочия нас выгидывать земель без компенсации. Я, например, вижу это так. Поэтому садоводчики, огородники, дачные товарищица, это наша земля, этот закон не имеет права на существование, он должен быть отменен, 66-й закон должен быть восстановлен в первой редакции, теперь, значит, вводят в заблуждение, говорят, нет реорганизации, не слышат, не слушайте никого. Читаем, значит, в 12-й статье, в 10-м пункте говорится, членство ранее созданного товарищества сохраняется при реорганизации. Далее, собственность дают бесплатно в реорганизованной организации. И изменение организационно-правовой формы в соответствии с гражданского кодекса это реорганизация. Они нас вводят в блуд, вводят в блуд специально. У нас было 125 тысяч садовых товарищей. У нас на последней статистике нету 80. Налоговый орган незаконно, мы вам раздали в раздаточном материале, ликвидировало больше 40 тысяч садовых товарищей. Случайно узнают, потому что если председатель переизбирается, он не идет в налоговую. Когда избирается новый председатель, ему говорят, но нету вашего садового товарища, оно ликвидировано. Что делать? Они говорят, создавайте новое. С чем они столкнулись? Они столкнулись с тем, что они утратили все документы на юридическое лицо, на землеотвод, генеральный план. В законе о самострое говорят, если ваше строение не соответствует, первичному проекту, генеральному плану, вы самостроите. Они опустили 10-летнюю дачную амнистю. То есть, если у вас крилечка или веранда сделана по дачной амнистю, все, вы самостройщик, отдыхайте. Они делают статью лица, не участвующих в товариществе. Они в какой блуд этих людей водят? И говорят, ох, мы их права защитили. Они будут теперь участвовать в собрании, по определенным вопросам принимать решение, а это нарушение. Глава 9.1 Гражданского кодекса. Там говорится об общем собрании членов. Там говорится о протоколе общего собрания членов. А они как будут свою регистрацию делать? Они на массовом списке. А никаким образом будут занесены в протокол? Никаким образом. Это мертвая статья. Я в своем уставе этого не прописала, потому что на самом деле 8-я главная статья в 66-м законе, где это было уже разрушающее у нас коллективное хозяйство. И когда директор департамента недвижимости правильный МИНЕКО говорит, вот нашли консенсус, баланс коллективов и индивидуалов. Нет. Если бы был баланс, этот индивидуал не вышел. Выходит, почему? Недовольным председателям мы говорили, послушайте, ужесточить ответственность председателя. Когда мы обращаемся в прокуратуру, в органы правоохранительные, нам не занимаются. Почему? А потому что садоводческие некоммерческие товариства налоговые в нарушении законодательства нарегистрировали, как вот созданные, и сейчас они нас опять хотят вот в этот плут вести, да? И говорят, и они видят там учредителей и председателей, а нас не видят. Люди говорят, собирают миллионами, не отчитываются. Они говорят, да переизбирайте, идите в суд. Мы застрели в судах, мы не хотим в судах умирать. Следующий момент. Введение садоводства безобразования юридического лица. А это что? А это как? А это наше имущество. А как оно будет вообще-то эксплуатироваться, как оно будет содержаться? То есть это прямой ход управляющей компанией, под муниципалом. То есть этим муниципалом надо насадить к нам управляющих компаний. То есть сначала у нас выдергают электросети. Говорят, а вы их не можете обслужить. Слушайте, да отдыхайте вы ради Бога. Вы нам ничего не дали. Мы их обслуживаем до сегодняшнего дня. А 48-я статья гражданского кодекса говорит, юридическое лицо признается то, у которого есть имущество. Вы чего у нас? Начинайте, вы царапываете. Начинайте. А в этом законе в 217-м прописывают норму. Вот порядок правительства Российской Федерации нам отзвучит, каким образом мы должны передать безвозмездно муниципалам свое имущество. А жирные им не будет, а? Да вы бы передали, если бы они не уничтожали деревни, города. Если бы я была на парламентских службах за 13-14 год умерло 200 тысяч фермерских хозяй. Они нас куда хотят везти? В брод какой-то? Вот не надо нас туда вводить. Дальше я вам скажу. Они сказали, вот садовый дом и индивидуально жилой дом. Послушайте, вы говорите, что не может на этой территории два юридических лица с ведением садоводства. Вот. Одновременно индивидуально жилой дом. Это под патронажем муниципалов. Каким образом эти муниципалы будут у нас на нашей земле? Каким образом? Какие денежные средства и кому они будут платить? Я никогословно говорю. Там, где это уже сделали, они посылают куда подальше правление и председателя. И говорят, до свидания. Мы под муниципалами. А где? А как это? Индивидуалам говорят. Вот мы все сделали, не надо никакие договора, будут платить суммарно членские целевые износы как члены. Слушайте, а вы как это назовете? Денежные средства. Вы каким образом их назовете? Это не членские целевые износы, которые освобожаются от налогов. А это уже нас выдавливают в предпринимательскую деятельность. Не могут же в коллективном хозяйстве быть индивидуалы. В садовом товариществе, член садового товарищества. Говорят, на расчетный счет будет прозрачно. Слушайте, вы сами нам показали, что у вас непрозрачно. Когда у нас Министерство обороны ворует миллиарды, и что, там кассу вносят? Нет, там все по расчетному счету. И это нарушение 861 статьи Гражданского кодекса. Ответственность надо председателю сделать. Теперь возвращаются от дома и говорят, индивидуально в живое. А, теперь они говорят, вот то, что у вас было зарегистрировано на живое. Живое строение это теперь будет индивидуальный живой дом. А что это вы из-за нас решили-то? А он что, круглогодичному проживанию? А он что, капитальный? Запомните все одну вещь. Капитальное строение, они могут признать только то, если на этой территории есть инфраструктура, газовая, водоснабжение, водоотведение. Нету этого? Мы доказали тогда в Ричнике, что там нет капитальных строений. Теперь закон вступает в силу 1 января 2019 года. Что вы думаете? Они уже внесли изменения в него 4 августа 2018 года в 23 статью. Что они там прописали? Они теперь сказали, что индивидуально жилой дом и садовый дом должны соответствовать нормам части 39 статьи 1 Городостроительного кодекса. Мы читаем эту норму. Там что написано? Что должны соответствовать параметрам индивидуально жилого дома. Вы можете себе представить, что они творят. То есть, когда я Королеву говорила, вы вообще куда нас ведете? Я говорю, давайте садимся сейчас с вами в машину и едем в Калужскую область в Новую Москву. Смотрим налево-направо. Там стоят до сих пор домики 3 на 4. Ой, ну ладно, Людмила Даниловна. Вот любительница вы. А завтра будут стоять трехэтажные. Я говорю, на что? На какие деньги? 54% многолетних семей за чертой нищеты. Им где сегодня землю дают? садовых товарищей к нам обращаются мамочки в ужасе. Они куда загнали? А какой был закон? Должны были давать муниципалы земельный участок с инфраструктурой. Это что? Это отношение к нам, гражданам России? Это как называется? Теперь они нам говорят, когда протаскал этот наш уважаемый, многоуважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев и говорит, закон супер! Там прописана государственная поддержка. Слушайте, а кто запрещает нам сегодня нас поддерживать? Вы что там прописали? В праве. В праве и не в праве. Как они нас поддерживают? Они говорят, а у вас на территории скважины, да? Это же недра. Это же недра. Это же собственность государства. Послушайте, это наша собственность. 261 статья гражданского кодекса. Наш земельный участок. И наши недра здесь. Хоть золото здесь будет. Нет. Вы теперь делайте документов нет, чтобы дойти до лицензии миллион. А если не будет у вас лицензии, миллион штрафа, это поддержка к нам. Они нам что делают по мусору? Вы знаете, что это золотое дно, мусор, это не оказывается, это общеизвестно. Они говорят, они нам что теперь хотят налезть среднюю норму мусора на каждого. То есть за неоказанные услуги. Мы там полгода, а должны платить год. И разделение. На кадастровый учет мы должны свой мусор поставить. Что это? Четыре класса вредности, пятый класс, по которому мы идем. Договор заключается с юридическим лицом, физики бросать. Я как председатель что должна стоять? Каждый паркет перерыв, бросили батарейку или люминсцентную лампу, а рассказываем про Москву. Здесь даже присутствует эта девушка. Московский двор, стоят контейнера, значит тут пластмасса, тут стекло, здесь чисто там отходят такие муж-пайки. Вот. И она честно все туда бросает. Папа пошел все в один пакет, сын говорит, папа, ты куда? Там же разное. А он жене говорит, а ты вообще когда туда бросала, ты внутрь посмотрела, а там перегородок нет. Перегородок нет. То есть все это загружается в одну машину, ведет на одну свалку. Вам все известно, я не знаю по Ленинградской области, вся Московская область мусорных свалка. Когда в Валакаламском районе приехали голландцы, чтобы разгазифицировать эту свалку, они свои технологии применили, потом уткнулись в бетонные плиты и сказали то есть валили, валили мусор, потом бетонные плиты, потом опять мусор и все. И дальше она продолжает травить народ. То есть они законы делают для нас сегодня, для того, чтобы нас с вами штрафоваться. Абсолютно. Для чего сделали нас превращать в секс самостройщиков? Потому что с принятием этого закона внесли большие изменения в кодекс по административным правонарушениям. прежде оштрафуют физикам на 50 тысяч, юридические лица на 300 тысяч. То есть казна пуста, экономики нету, разрушили наши заводы, фабрики, колхозы, совхозы, стремимся непонятно кому и куда. И теперь ищут а где как найти. Как говорится в народе с нищего понятного с мира понятного нищего на рубашки. Только у нас на рубашку это идет почему-то не на нашу рубашку, а олигархов. Вы прекрасно знаете, когда Дерибаско там шуганули, так он обратился в правительство и сказал, вот с этими станицами я теперь выпускать алюминий, он теперь будет выпускать алюминий на 30% меньше. А вот чтобы я не выпускал на 30% меньше, то и причем говорить в Челябинске, в Иркутской области тарифные ставки повысить настолько-настолько получу я здесь 200 миллиардов еще чего-то, еще чего-то. Так у нас Россия для кого? Для нас Россия наша, земля наша, страна наша. И не надо нас в этой России уничтожать, принимать такие законы. Я хочу остановиться, значит, вот чтобы было понятно, озвучено, поскольку это записывается, чтобы я не была голословной, потому что мы получаем иногда, говорят, а что там прекрасный закон? Я говорю, а вы закон почитали? Вот он не читал, он такой большой. А разве это закон о садоводстве? А давайте мы его посмотрим. Там 28 статей вроде бы как о садоводстве, огородничестве. Они по какому праву уничтожили дачи, понятие дач? Вот у нас здесь присутствуют дачи, которые были получены в 24-м году. Вот. Это совершенно организационно-правовая форма дачной некоммерческой товарищества, партнерства. Что вы думаете, отвечает чиновник правительства Министерства экономического развития? А вот у нас недостаточно юридических инструментов, чтобы они сохранились. Они обращаются в правительство, а правительство отвечает, ну у вас там всего 5%, мы что там будем еще вами заниматься? Слушайте, а почему 66-й закон так компактно нас всех там объединил, и у нас проблем не было? У нас проблемы в садовых товарищества. Только из-за председателей нерадивых, но я вам должна сказать, очень много хороших. Но 66-й закон так написан, что от плохого председателя невозможно защититься, он не должностное лечо. Ну и хорошему председателю от какого-то недовольного тоже невозможно защититься. И мы обращались, мы проводили два форума. Большое спасибо Сафрону Вадима Ивановичу, который был инициатором с Калининградской области начали провождение вот этих форумов всероссийских, да, вот, так, зачем вы уничтожили? Уничтожили дачное хозяйство, теперь взяли за огородников, так это не 5%, а это 6 миллионов, это не какие-то там огородники, а это граждане Российской Федерации, которые законом возвели свои строения. Послушайте, что творят? Когда им нужна земля, вы все помните, наверное, речник, да? Теперь они вот здесь пишут, да, 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 вы можете получить земельный участок собственности, если он не ограничен чем-то. Как только интересно земля, они хоп, и прихлопывают опыты особо охраняемой природной территории. Куда речник попал? Он попал под Москва-Ринский парк, они с 1936 года, Лужков его делает в 1998 году и говорят, а вы особо охраняемой природной территории. Сколько бились? На уровне президента. Думаете, до сих пор не дали зарегистрироваться? Нет. Мы подготовили документ Межведомственной комиссии, лично я готовила, контрольное управление администрации президента. на 375 листах представили правовое их отношение к своим земельным участкам. В 2011 году захватывает юридическое лицо гражданин Америки Эфро Сергей Моисей, садоводы пошли в суд, отбили его. Его отбили, захватил местный рейдер. Да, там сидят банкиры, там сидят депутаты от Единой России, от ЛДПР, внутри, там порядка 50 из 300 участков, 60 хорошие дома. Так что вы думаете, сейчас садоводами судятся? Банкир трех банков, Сергей Николаевич Попов, который с 2000 года сидел там, потому что они уже выживают, из членов выгоняют, земельные участки отнимают, дома поджигают, машины поджигают. Банкир вышел лично в суд против садоводов, а он организатор, один из организаторов ОПГ Подольская. О, теперь он добропорядочный гражданин. Нас то сегодня тушат уголовники, самые настоящие. Искандер Махмудов, полторы тысячи гектар, 180 товарищей во Владимирской области, Орлова, слава Богу, ее не выбрали, потому что консолидированность граждан, и ее не выбрали. Всем на выборы надо ходить, и ни один голос за единую Россию не отдавать, чтобы они наконец-то поняли, что народ это не быдло. Не надо так к нам относиться. Что такое Искандер Махмудов? Уголовник. В советское время шесть лет по уголовке отсидел, а сейчас он король. Слушайте, его награждают орденом за заслуги перед Отечеством. Каким Отечеством? Это наше Отечество, а он гражданин Англии. Это что это такое у нас происходит? У нас было в 2000 году 8 олигархов, а сейчас их 200 официально, а на самом деле 500. Мы с вами сегодня должны очень серьезно поработать. Регионы очень серьезно сказать отношение к этому закону. Нас готовы выслушать в администрации президента Российской Федерации и как-либо исправить, как-либо добавят. Этот закон невозможно. Его надо отменять. Он для управляющих компаний, он нас превращает в неумущих рабов. И для вас скажу еще такую фразу. Возьмите Жилищный кодекс 38 статью 2 часть и вы там увидите, что ваше зарегистрированное право на квартиру наши доблестные чиновники с депутатами обнулили. Вы там прочтете, что если договор, который явился основанием регистрации вашей квартиры в собственность, одновременно на нем не была определена доля в имуществе общего пользования, этого ни у кого нет, то данный договор ничтожен, то есть документ, который явился основанием регистрации квартиры измеренных участков, я вам до этого сказала, признается на законодательном уровне ничтожным, если в законе написано слово ничтожность, оно не оспаривается, на него не применяется, закон обратной силы не имеет. Теперь вернемся к индивидуальным домам, к благам, которые на наших участках. Запомните, не только индивидуальные дома, теперь и садовые дома, они внесли изменения. Значит, у кого квартира не приватизирована, с вами расторгнут договор соц. найма, потому что в соответствии норм жилищного кодекса от 51 до 56 статьи сказано, договор соц. найма заключается с гражданином только в том случае, если у него нет другой недвижимости. Теперь они сказали 4-3 августа 2018 года, что садовый дом соответственно должен параметрам части 3-9 статьи 1, то есть подводить его под индивидуальный жилищный дом. У вас аннулируют ваши договора, то есть таким образом что делается? Выдавливают вас на постоянное место жительства на земельном участке. Что происходит? Далее кто не приватизировал теперь не сможет приватизировать, потому что если у него садовый дом. И получается они нас выживают на законодательном уровне с наших квартир, они нас одновременно не дают жить на наших земельных участках, а мы куда попадаем? В резервацию? Я президенту написала, что сегодня можно провести параллель то, что произошло с Соединенных Штатами Америки, когда Колумб туда зашел и открыл ее эту Америку. И он сказал, это в интернете есть. Прекрасные люди на этой территории, чисто плотные, трудолюбивые, добрые, отзывчивые, нам надо сюда зайти, написать такие муниципальные законы, чтобы они стали нам хорошими слугами. Эти бандиты европейские зашли на эту территорию, написали муниципальные законы такие, которые они не могли выполнять, они давали им право проживания на три месяца, вешали вот такой бэджик, и где было прописано, что он должен выполнять. Если оторвали от сельского хозяйства, заставили заниматься золотоисканием, на них работать, и если где-то какой-то пункт не выполнил, отрубали кисти рук, вешали на шею, отправляли в деревню, умирать голодной смертью. Сто миллионов коренных населения индейцев не стало. Нас сгоняют земель, уничтожили сархозы, колхозы, сельскохозяйственные земли у нас заросли деревьями, теперь они до нас добрались. А что это какие-то огурчики, помидорчики, экологически чистые, да, мне королев как говорит, ой, ну не надо просадовые товарищи, это ваша гребанная советская власть, не могла обеспечить продуктами, поэтому земельные участки давала, я говорю, здрасте, приехали, обеспечили, гоношными продуктами, дерьмом говорю, нас обеспечили, я говорю, так это были территории стратегические, были только на военных картах, сегодня все рассекретили, да, у нас секретов нет, да, нет у нас секретов, так получается, что мы должны понимать, я не знаю, кто работает против нас, но я знаю, что эти люди работают и против президента Российской Федерации, это я совершенно точно вам говорю, он не в состоянии изучать все законы, на то у него есть служба, какая часть службы его так подводит, наша с вами задача довести в очередной раз нашему уважаемому президенту, потому что нам сегодня обращаться некому, он гарант Конституции, он глава государства, он наш президент, а не олигархов, должен нас услышать и должен у него есть власть отменить, я извиняюсь, к чертовой матери этот закон 217-й. Я заканчиваю, я смогу, основное я сказала, и то, что я не успела сказать, как говорят, мне вообще слово нельзя задавать, у меня старший сын, знаете, как мне говорит, мама, спрыгни, 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 и я вам честно говорю, как мы не старались, мы добраться не могли до администрации президента, вот, так скажем, непосредственно, я приношу им большую благодарность. Спасибо вам за внимание, все, что я говорила, написано, читайте, знакомьтесь. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я хочу сделать небольшой ремарку, у нас сегодня в зале присутствует, вы удивитесь, более 40 регионов нашей большой необъятной Родины, то есть более 40 регионов России прислали на наш форум своих делегатов, это руководители ассоциаций, союзов некоммерческих объединений, за спинами которых и за опытом которых стоят наши миллионы граждан. И сегодняшнюю форуму мы бы все-таки хотели посвятить нашим гостям из регионов и прежде всего их поприятия.